коллеги всем здрасте сегодня у нас практическое программирование и на этот раз мы поговорим про паттерн медиатор давайте посмотрим что о нем пишет википедия в общем-то медиатор переводе с английского обозначает посредник это поведенческий шаблон проектирования обеспечивает взаимодействие множество объектов ну и так далее так далее в общем то на самом деле по собственной по названию понятно что посредник посредник между чем-то и чем-то кем-то и кем-то на самом деле здесь не совсем понятно более того тот пример который приведен на картинке в википедии не особо дает понять а на мой взгляд опять же как-то в принципе работает я бы хотел сегодня остановиться именно на практической части и показать как можно реализовать паттерн медиатор в концепции айс в этот надкор и его использование на этой платформе и так для начала создам новое приложение для того чтобы нам было самого начала все понятно также я укажу подключение лопах хост еще и стандарт миграцию выберу нужный проект теперь можно запустить приложение посмотреть что у нас есть ну а теперь можно приступать итак перед нами чистое приложение новое абсолютно свежие есть ничего нет но кроме некоторых нюансов но в общем то суть вот у нас есть давайте создадим новый контроллер а образу и подобие как было в прошлом видео cars троллер давайте сделаем его реальным контроллером теперь у нас есть контроллер ну и в общем то нам нужно сделать такую штуку которая называется медиатор и так шутку медиатор если говорить концепция используют надкор то это какой-то посредник который принимает запросы и отправляет запросы то есть грубо говоря давайте сейчас будем импровизировать давайте придумаем такую штуку что у нас есть конструктор в конструкторе есть какой-то ой медиатор вот такая вот штука нет этого класса естественно не существует мы сейчас все вот самого начала и придумаем допустим у нас есть какой-то вот медиатор до посредник и мы хотим чтобы у нас был какой-нибудь метод пусть будет паблик я воспользуюсь абстракцией action-result get ну пусть будет какой-нибудь get cars я не знаю get давайте get так это нас контроллер cars ну значит cars новый использовать смысла нету мы напишем get нем all будем подразумевать что get all cars ну и в общем то что здесь нам нужно сделать нам нужно использовать медиатор медиатор можно использовать двумя способами сначала получить данные его результаты работы ну пусть будет какой-нибудь лист да вот и потом этот лист давайте сразу напишем return ok в общем так говоря вот лист и собственно у нас здесь получается есть некоторая необходимость чего-то как там нем вот сделать да с этим медиатором что-то он должен сделать я предполагаю что он должен отправить какой-то куэри да какой-то куэри куда-то отправить этот куэри должен как-то кем-то обработаться но если говорить про куэр давайте сделаем тогда вот так куэри да я подпишется куэри мы будем говорить что у нас есть какой-то car all допустим query пойдет вот этот query должен быть отправлен через медиатор то есть через последник и в общем результатом должно быть что-то чтобы было понятно что будет результатом давайте воспользуемся предыдущим видео и напишем operation резалт ну какой-нибудь допустим а и номера был лист of car так у меня каров нету смысле машин давайте я из прошлого видео скопирую я создал папку entities я создал сущность кар ну и в общем то как создав скопировал вот чтобы не тратить ваше время ну и в общем то что у нас здесь получается дальше у нас есть какой-то car query какой-то ну давайте мы не будем all называть get сделаем лист вот чтобы было понятней чтобы у нас была четкая привязка naming convention есть query есть car есть car query в общем что теперь нам с этим query то нужно сделать давайте создадим непосредственно сам тип и теперь мы из прошлого видео который был про operation резалт мы вспомнил что у нас есть какие-то свойства которые называется name и какое-то свойство которое называется color name color name вот вот больше количества выдумывать мы пока ничего не будем есть вынесу car query в отдельный файл вынесся давайте его в антики перенесу и у нас все пусть все антики валяются в одном месте что мы собственно говоря получаем на данный момент мы пока ничего не получаем потому что у нас нет медиатора потому что у нас ничего собственно гречего не реализовано давайте создим этот медиатор это какой-то такой вот интерфейс до которого судя по всему будет один метод который называется send пусть он возвращает обжиг и в общем то вот начинается непонятная непонятность нам смотрите у нас тут так какие-то проблемы с этим медиатором а паблик ну конечно же вот ну и в общем что у нас получается данные у нас получается медиатор предназначен только непосредственно для сущности кар в общем-то ее обработки qr поэтому мы пойдем в сторону универсализации и реализуем некоторое количество интерфейсов ну и для начала у нас допустим car query это будет какой-то общий до хендлер давайте назовем али qr ну вот как-то вот так да то есть у нас этого интерфейса нет и мы его сделаем то есть этот qr как-то вот существует и соответственно у нас тогда вот этот медиатор может отправлять уже любые qr и qr и и допустим и mount qr и еще этот медиатор может отправлять уже базовые классы то есть имплементирующая qr собственно говоря вопрос в том что он должен получать смотрите на самом деле все здесь опять же так не очень просто ну давайте представим что у нас есть qr и который кем-то отправляется нам нужен qr и хендлер какой-то который этот этот запрос будет перехватывать я опять же перенесу медиатор в entities папку чтобы нам не путать ее и таким образом нам нужно сделать реализацию этого самого медиатора я это буду делать вот таким вот способом при помощи решертера очень удобно вот собственно что мне нужно здесь делать смотрите есть у нас медиатор есть у нас его имплементация ну для начала нужно открыть вот этот вот файл стартап который называется и так сказать в сервисах сделать регистрацию имплементации самого а и медиатор медиатор и его реализации медиатор это для того чтобы наш the pendens injection увидел этот самый медиатор вот вот самому буду в этом вот месте так теперь дальше что раз у нас есть перехватчик а нет перехватчик у нас как раз нет у нас есть qr и qr и мы создаем в ручном режиме поэтому мы пока от него абстрагируемся нам нужен медиатор давайте посмотрим как работает медиатор смотрите у нас здесь есть не реализация в общем что нам для этого конкретно нужно давайте медиатор тоже вынесем в отдельный файл вот чтобы нам было удобнее и в общем то тут у нас практически ничего скоро долго не изменится ставим этот закрытым файлом в общем то сам медиатор то есть есть перехватчик вернее нужно реализовать какой-то перехватчик для какого-то конкретного класса что это такое у нас как бы вот смотрите у нас перехватчик должен быть связан непосредственно с тем qr с тем запросом который он должен перехватывать каким это образом можно сделать опять же реализация имеет место быть здесь разные почему потому что можно здесь уже перехватить сам этот qr но у нас медиатор является посредником поэтому здесь он должен какой-то делать перехват ну в общем то другого класса другой с другой другого типа и поэтому если у нас есть ай кури кстати давайте его тоже вынесем отдельный класс в отдельный файл вот у нас есть где-то тут вот ай кури да давайте сделаем вот таким вот образом что у нас появляется для начала павлик интерфейс который называется ай кури хендлер и в общем то единственное что он может сделать допустим вернуть какой-то объект вызвав метод ну пусть будет хэнл но тут суть в том что до квари хендлер может вызывать только определенного типа и поэтому здесь будет к варе то есть он может вызывать обработку от этого кури внутри себя таким образом получается что у нас есть какой-то перехватчик упс не то нажал какого-то собственно говоря события давайте сделаем из него реализацию что нам в данном случае интересно нам интересно то что у нас должен быть кар хендлер давайте карты пишем сюда это будет кар карихель что здесь должно происходить я думаю что здесь должна быть какая-то какая-то база данных да в общем то может быть какой-то репозитории вот сюда вот конструктор вливается на и здесь возвращается какая-то коллекция но вот если говорить про юнитворк да то допустим сюда приходит в конструктор юнитворк а здесь не творк возвращает какие-то данные ну и в общем я наверное не буду мудрствовать лукаво я опять же вот такую вот штуку я буду понятное дело использовать хендлеры здесь я напишу что мне нужно что сделать ну как вы помните у нас клэри содержит определенное количество параметров до для запроса и первым делом конечно же ну нужно проверить на его ну то есть что он не не равен ну вот если давайте так от обратного пойдем если равен ну тогда соответственно не нужно делать никаких телодвижения ретурн давайте сделаем new мы же там оперейшн резал запросили давайте запросим оперейшн резалт а и номер обле в хорошем смысле опять же карс вот такую штуку сделаем и здесь делаем оперейшн резалт и здесь напишем оперейшн если вы смотрели предыдущее видео то собственно говоря понятно почему так дело ворнинг какой-нибудь новую параметр с проводит ну в общем ничего не предоставили иначе до свидания теперь нам собственно нужно сделать здесь дальше если у нас сквери все-таки не ну и у него у нас сквери смотрите у нас сквери им говорит о том что у него же нет никаких параметров поэтому мы не можем говорить но так как мы точно знаем что мы пишем car query правильно мы же пишем car handler да вот car handler для car query соответственно мы можем этот query перевести к нашему типу сказать что car query давайте сделаем это в отдельной строчке и теперь мы здесь имеем нет мы теперь имеем car query и здесь соответственно name ну и в общем то давайте проверим есть ли нет и так стринг из и снова рэм пти ну пусть будет так color name в общем вы помните дату обработку который писал ранее в предыдущем видео то мы тогда делаем во первых здесь items у нас получается car helper get money ну и возьмем их опять же как variable чтобы можно было дерево достроить и здесь говорим items равен items в видимо стоп color name равен что там называется car query вот и теперь я опять же сделаю гадость вернее просто скопируем есть ли name не равен name то мы ну то и в общем поиск еще осуществляем и по имени и потом делаем operation резалт равен items ту лист ну потому что нам нужно вернуть и сделать return operation в общем вот такой вот простой вот хендлер для для вот этого вот так сказать кара если хотите теперь у нас получается что есть хендер у нас есть query только их нам теперь нужно каким-то образом склеить так и так у нас есть какие-то опечатки давайте поправим нет мы не ну и смотрите мне немножко не нравится название query хендер давайте его для простоты назовем просто хендлер опять же чтобы все максимально упростить так есть у нас значит query есть у нас значит хендлер вот это нам штук пока не нужна но теперь нам нужно query как я уже говорил склеить с хендлером как это можно сделать но смотрите у нас медиатор принимает решение какой хендер отдать на выполнение то есть теоретически существует необходимость вот здесь вот вот каким-то образом получать какую-то коллекцию да и нумер был каких-то а и хендеров да и на самом деле вот этот вот медиатор должен принять решение какой из них конкретную query вот отдать но я вот ничего умнее не придумал я во первых я все хочу чисто для ради эксперимента показать как это примерно можно сделать и давайте пока на простой реализации остановимся то есть вот здесь вот у меня приходит какой-то набор хендеров и мне теперь нужно определиться какое мне конкретно хендер в определенный момент использовать если я знаю что у меня есть кар query да то есть так сказать naming convention да вот почему важно все-таки использовать naming convention потому что это можно прямо использовать в коде например у меня есть мне нужен какой-то один хендер да давайте вот таким вот образом хендер хендер равен у меня есть кальпачка хендеров и мне здесь нужно найти где-то один да какой-нибудь ну или давайте не один и сразу подстрахуемся сделаем first to default вот который который будет что-то похожее иметь непосредственно с именем кар ну и в общем то здесь нам придется сделать некоторое количество расширений да давайте сделаем таким образом что у нас хендлер имеет не только допустим метод handle ну им какой-нибудь ну пусть будет давать я сделаю не тип тайп ней вот так сделаем опять же повторюсь это только для эксперимента то есть у нас хендер имеет какое-то название типа к которому он относится в данном варианте мы когда создаем хендлер нас хендер к хендер вот он говорит что у нас теперь ошибка у нас не реализован класс ой давайте сделаем вообще красиво и уберем отсюда вот такую штуку пурусь он будет по умолчанию обязательные и мы тогда вы здесь тоже берем вот такую штуку и напишем мы имеем название ну давайте пусть будет я помогу по простому написать карда могу сделать какой-нибудь там то неважно пусть пока остается так то есть опять же для простоты да то есть я вообще не люблю стринговые понятия зашивать ну то есть стринг как это тип строковый зашивать вход в код но для понятия пусть будет так но в общем смотрите у нас есть хендер кархендлер который относится кара соответственно медиатор должен сказать что тайп нейм равен чему-то там у квери то есть у квери есть название да мы применили такую политику naming convention очередной раз повторюсь карк в эре да то есть соответственно мы можем найти здесь какой-нибудь нужной чтобы к верим ну допустим у нас есть get type name то есть нам нужно чтобы это кар совпало а в общем то нам даже не нужны ним и мудрствует давайте вот здесь вот в карк в эре нет в кархендлере пошучил пошутил пошутил вот здесь вот напишем кар куэри ну то есть ясно чтобы было понятно что мы непосредственно дергаем опять же повторюсь не суть у нас совершенно другом я опять же для простоты то есть другими словами получается что вот вот в этом вот месте мы определяем какой-то хендлер который должен прийти нам с коллекции из конструктора которым собственно если этот хендлер то есть найден то есть мы его из-за используя то есть давайте напишем если он равен ну вот обратно по делу тогда мы делаем троню какой-нибудь микро сервис оперы инвалид оперейшен экземпшен ну в общем понятно и в противном случае у нас хендлер нужно сделать что правильно хендл и что сделать правильно отдать ему непосредственно вот этот вот куэри но суть вот в чем нам нужно сделать здесь ретурн и таким образом получается что где-то там хендлер чего-то отработает и как-то вот его верну но осталось дело за малым надо теперь вот сюда вот прокинуть вот все хендлеры которые у нас есть это сделать тоже на самом деле очень просто мы открываем файл и пишем файл стартап и пишем в нем регистрацию нашего хендлера мы делаем transient ну ладно пусть будет iHandler а instance который будет его реализовать мы назовем carHandler таким образом у нас получается что связка собралась для того чтобы проверить что это все работает давайте проверим давайте запустим это все до поставим бряку вот на хендлере поставим бряку на медиаторе и запустим все эту штуку а ну да у нас же еще должен быть контроллер потом у нас есть сейчас один момент проверим давайте здесь тоже бряку поставим и так вот у нас открылась новый instance нажимаем f5 ну конечно же ничего не появилось и естественно я знаю почему потому что в свагере это не появилось именно потому что у нас не прописано пусть будет API здесь напишем контроллер здесь соответственно метод будет называться http get и давайте здесь ну какой-нибудь ну давайте тоже стандартный action то есть get list так и будет называться давайте опять запустим так запустился вот он появился карт старую закладку закроем вот get list авторизация там не требуется нажимаем вызвать делаем запуск в общем-то в метод мы попали давайте посмотрим что дальше произойдет медиатор к нам как вы видите пришел у него один зарегистрированный хендлер я нажимаю f11 мы попали send у нас сюда пришел опять же query но он пустой кстати ладно не важно это мы поправим списки хендлеров которые сюда также пришли через конструктор пришел один хендлер мы сейчас проверим что наше название совпало то есть type name с названием name и так как он не равен но мы его вызываем я нажимаю f11 мы попадаем handle здесь у нас идет обработка как вы видите у нас тут машины есть query ну параметров у нас нету ну я неправильно написал конечно здесь должен быть восклицательный знак и поэтому мы да ничего не сделали давайте я поправлю и заново вызовем конечно же здесь нужно делать проверку что не равен ну и так еще где то что-то не забыл поправить давайте посмотрим один момент а вот что я хотел сделать смотрите у нас query имеет name и color мы это можем получать отсюда вода давайте сделаем хитрым способом через конструктор в общем теперь у нас появляется еще возможный запрос давайте еще раз запустим проверим что у нас наша реализация работает теоретически мне старая закладка сработать должна а нет давайте я нажму все-таки здесь 5 и в 5 и в 5 да собственно говоря сработало но давайте еще раз обновлю и покажу что у нас в карцах ну смысле в запрос get list появились дополнительные параметры вот и color name и name ну давайте напишем пусть будет black да насколько помню там такое есть и я сделаю выполнение color name black он пришел query мы создали send отправили send нашел хендлер то есть медиатор нашел хендлер который мы перехватить и вызвал его handle вот мы пришли в сам обработку вот у нас а это мы который мы возвращаем вот у нас color name black и мы теперь фильтруем получается что получается и того у нас получается в резалке 2 собственно что и требовалось доказать и как вы видите вот они эти два то есть это реализация работает что дальше ну а дальше как говорится больше что в итоге получилось мы усложнили до невозможности код непонятно зачем это все нужно можно было по простому дернуть получить и до свидания но это всего лишь только начало что на самом деле дает ну давайте сделаем такую штуку для начала сделаем папку куда перенесем все базовые сущности базовые классы хендлер да он базовый у нас дальше у нас есть медиатор давайте медиатор тоже перенесем ну и теперь нужно у всех них namespace поправить вообще вот если говорить конкретно да вот про текущей реализации то она абсолютно бессмысленная гораздо было проще получить вот здесь вот сразу get лист и в общем-то не напрягаться по этому поводу но возникает вопрос когда ну смотрите можно даже вот так сделать покажу раз и все даже даже вот так вот можно было сделать в общем получается что такое понятие как контроллер он является на самом деле ну такое знаете как бы ну сосну в стороне где-то стоит то есть никаких телодвижений нет в отличие от того как в предыдущем фреймворке в предыдущей версии фреймворка вот есть в райту был контроллер который там имеет свои наследования в общем здесь получается контроллер очень чистый грубо говоря есть какой-то медиатором что там дернул собственно говоря на что-то ответил что это дает я могу этот метод выполнить вообще где угодно в том числе внутри какого-то хендлера понимаете да чем речь идет то есть зависимости может быть очень много ну давайте чтобы было понятно да давайте сделаем хитрую хитрость есть у нас query есть у нас handler давайте сделаем вот что сделаем будем немножечко усложнять я думаю что будет интересно давайте сделаем public interface который будет называться а и при хендер вот то есть то что будет вызываться до вызова основного query хендлера да кстати давайте его тогда переименуем уже в query хендлера осознанно и тогда у нас получается раз есть три хендлер у нас должен быть и пост хендлер давайте вот это сделаем что это нам собственно говоря дает ну во первых они все допустим сделаем сейчас вот таким красивым методом копирование такой вот хендлер они во первых все будут наследники от хендлера и query хендлер да то есть query хендлер имеет name объект хендл да так query хендл мы query здесь у нас query хендл хендл у нас может делать тоже несколько вариантов да смотрите для чего это все нужно то есть у нас один есть базовый коверик хендл который 10 строке указан называется ай хендлер вот этот ай хендлер мы будем регистрировать вот в этом вот в стартупе вот на ай хендлер будут цепляться все ай хендлеры и для того чтобы вот эту штуку сейчас нам упростить давайте сделаем вот такой вот метод ну давайте сделаем войд это у нас приехать верно у нас будет при хендл то есть перед обработкой вот что он может сюда получать ну да пусть получает тоже ай куэре не знаю что это нас пока пока вот так вот напишем q3 и собственно говоря у нас примерно такой же должен быть на пост пост хендл но здесь мы немножечко немножечко давайте еще сделаем вот такую штуку сделаем так как у нас уже пост хендлер работает после того как обработался основной куэр то мы сможем перехватить непосредственно и результат этого опроса ну то есть запроса что такое не получается нажать кнопку дел вот давайте я сейчас эту штуку всю раскидаю по файлам и ну и для того чтобы у нас теперь было все правильно отработано нам нужно вернуться в реализацию медиатора я это сделаю таким вот способом так то у нас медиатор реализует медиатор у нас реализует медиатор вот смотрите у нас теперь появилась нерабочая ситуация надо ее собственно говоря исправлять есть у нас хендлер их там пачка и в общем что мне нужно сделать то есть здесь у нас будет делаться qwery вот здесь вот у нас будет делаться при qwery и соответственно где-то вот здесь у нас будет делаться как вы понимаете пост qwery так вот чтобы сделать этот qwery смотрите если у нас регистрация то есть пачка была большая то мне нужно для начало получить этот хендлер для вот этого qwery мне нужно из списка хендлеров давайте вот еще про чем поговорим у нас может быть много сущностей у нас может быть карг-квери и там допустим какой нибудь bottle qwery и там entity qwery да то есть разных qwery может быть много и они привязаны так или иначе какой-то сущности в общем что нам это дает нам для начала нужно определиться что мы имеем вар вообще все все хендлеры да нужно определиться так вот я назову current хендлер нужно найти где есть слово кар ну то есть те которые относятся непосредственно 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 к сущности кар ну и для этого нам нужно сделать вот эту штуку а так как у нас qwery в общем давайте рефакторить я думаю что это не займет много времени вот у нас есть pre-handler у нас есть вот qwery handler вот этот вот name теоретически у нас должен быть в главном классе в главном хендлере вот здесь потому что каждый из pre или post они связаны непосредственно с конкретным типом здесь мы писали что у нас get name совпадает с qwery name да то есть вот вот эта штука с реализацией вот карг-квери сейчас я уберу у нас сейчас один момент покажу так есть хендлер нет карг-квери вот карг-квери смотрите мы здесь написали что у нас type карг-квери но это не совсем верно потому что мы здесь привязан только к одному к варе нам нужно эту ситуацию немножко унифицировать для начала давайте здесь уберем qwery которая длиной 5 символов сейчас скажу почему я так делаю вернемся в qwery и в общем нам здесь теперь нужно получить название карга то есть вар давайте вот так вот напишем равно name и этот вар name у нас будет равняться следующей штуке то есть варь и варь и дед этой это это просто нам это название дальше нам нужно определиться с тем чтобы допустим ну пусть будет как тайп-кмеда к варены не важно нам нужно теперь от нейма сделать давайте назовем это full name пусть она будет полным имя мы же там полное будем иметь здесь давайте сделаем len gtg то есть нам нужно от этого full name найти длину но не просто длину а минус последний 5 символов и теперь получается var name у нас будет равно string нет, full name substring от нуля мы возьмем и как раз вот эту длину len запятую нужно поставить len gtg ну таким образом смотрите мы берем полную длину вот в этой строчке всего названия как вы помните у нас car query мы потом query длиной 5 символов отсекаем от названия и берем от полного названия первые символы до query то есть получается у нас вот эта штука носит название car таким образом мы ищем все хендлеры которые будут иметь название car то есть такое понятие как query допустим car hender нам здесь не нужно здесь достаточно вернуть get а нам даже hender здесь не потребуется ну давайте пока не будем менять все пусть останется то есть теоретически у нас есть обязательное свойство type name которое будет привязано к hender и так что нам это дает на самом деле это дает практически если бы не многое то очень все в общем есть current handlers которые у нас вообще зарегистрированы в системе надо не забывать их зарегистрировать и теперь мы делаем такую штуку нам нужно вот из этих вот всех получить не просто хендлеры да а конкретного типа то есть мы будем говорить при хендлер это значит current where ну будем вот так делать x is ой ну конечно что-то тут я натыкал да лямбда выражение нужно написать x is давайте так вот i pre хендлер то есть вот это выражение она вернет все хендлеры для кара которые зарегистрированы как при их конечно же может быть много давайте множественное число сделаем и соответственно пост квери у нас работают примерно по такому же принципу пост где имеет тип пост хендер теперь когда у нас здесь нужно конечно же туле сделать вот и теперь вот эти хендлеры мы можем сказать for each вот эти вот pre-хендлеры хендлер можем сказать pre-хендлер ага у нас здесь нужно тогда сделать дополнительный метод давайте pre-process ой что-то не то написал pre-processing какой-нибудь ну и пусть будет здесь сюда тоже опускается query как параметр давайте создадим вот так как у нас это все появилось у главного хендлера этого быть не может поэтому мы эту штуку отсюда заберем мы найдем его наследников у нас их нет ну ладно сейчас найдем тогда таким образом есть вот pre-хендлер и у именно у pre-хендлера может быть pre-process а у пост хендлера как вы понимаете должен быть пост процесс теперь нам нужно это реализовать так как у нас вот этот вот штука имеет тип а и pre-хендлер мы можем ее очень просто привести к этому типу и соответственно здесь когда у нас уже пост хендлера используется мы можем сделать то же самое я пытаюсь максимально все упростить но не знаю насколько это не получается и здесь уже нужно делать пост хендл но помимо того что у нас здесь есть query нам сюда нужен еще и резалт таким образом получается что когда мы этот хендлер выполним вот этот вот мы делаем так давайте обратно верну мы здесь напишем резалт нет резалт да этот резалт в этом query обозначим вот потому что query выполнил handle но опять же требуется приведение ай к вэри handler потому что у него есть метод handle вот и у нас этот резалт опускается в каждый пост и этот резалт потом возвращается в общем вот такая вот простенькая обработочка получилось что она дает но во первых смотрите если у меня появилась возможность регистрации пре и пост хендлеров давайте их все таки сделаем я вы еще тут создам новую сущность назову кар при хендлер естественно он будет ай при хендлер естественно мне нужно реализовать до хочу вот ну и тайп как вы понимаете пусть он в нашей простой реализации будет кар при опа у меня при хендлер что-то 2 реализует а при хендлер а при хендл ну ё-моё я уже правильно оказывается написал да извиняюсь на наградил сейчас сейчас будем возвращать в обратку по скандал у нас по скандал я уже просто написал но почему-то еще процесс слова вставил давайте тогда здесь при хендл конечно же здесь должен быть а здесь по скандал тем более здесь правильно написал так но и в общем то получается где я создаю вот при хендлер мне нужно вот этот метод убрать потому что он лишний но здесь собственно игра нужно написать ну давайте сделаем консоли в райт ну куэри какой-нибудь чё у нас там есть куэри дед тайп давайте даже вот таким вот сделаем способом вот и давайте еще создадим какой-нибудь кар допустим я вот так вот сделаю пост хендлер так и напишу пост и здесь соответственно пост хендлер здесь делаем имплементацию до хочу тайп нэм соответственно у меня будет как уже понимаете кар здесь реализация очень простая ну и давайте тоже напишем что-нибудь консоли в райт ну вы конечно понимаете что здесь можно написать ну в общем то любой на самом деле хрень ну это не поставил вот ну допустим здесь у нас есть какой-нибудь query где ты ты где ты ней нэм не так напишем с акс с фули комплит put result ну и какой-нибудь там result вот так вот напишем ну будем считать что он такой у нас простой result поэтому мы сделаем tool string в общем теперь смотрите нам нужно вот эти хендлеры я сейчас во-первых разнесу по разным местам, по разным файлам вот нам их нужно зарегистрировать ну и как вы понимаете регистрировать мы тоже их будем так же как и раньше то есть я их регистрирую таким способом как pre-хендлер и соответственно post-хендлер ну давайте запускать старую закроем здесь откроем новую закладку нажмем выполнить пока никаких запросов не будем делать дополнительных смотрите у нас получается что где-то вот она гряка остановилась то есть наш медиатор дергается давайте проверим что в медиаторе есть что-то да смотрите хендлеры зарегистрировались давайте дальше вот у нас идет отправка теперь у нас медиатор должен решить что отправлять медиатор должен решить что отправлять смотрите car query длина 3 то есть мы получили name который car вот у нас все хендлеры как вы видите они зарегистрированы вот я получаю только те которые имеют название name ну это они же соответственно вот ну и дальше мы пошли получать пре-хендлер вот у нас пре-хендлеры один совершенно верно вот мы его выполнили сейчас найдем консольное приложение как вы видите и вот она надпись у вас буква кей значит сработало теперь у нас кендеры закончились идем дальше получаем хендер name query name type name так здесь у нас старый остался запрос мы его не нашли у нас экземпшен все отлично все правильно а здесь нам нужно сделать type name ну во первых нам нужно не просто name а где у нас даже type мы уже находим а вот is iQuery Handler вот у нас же query handler правильно да правильно вот и давайте еще раз запустим я пониже опущу чтоб долго не тыкать в 10 в общем давайте посмотрим хендлеры у нас пре-хендлеры нашлись обработал да надпись появилась теперь у нас хендлер должен так а хендлер у нас не нашелся car-хендлер потому что он у нас давайте посмотрим что у нас car-хендлер из себя представляет видимо я что-то уже забыл car-хендлер а он просто car-хендлер конечно у нас теперь не просто car-хендлер мы же возделали что он теперь query-хендлер вот и у него есть свои методы давайте еще раз запустим видимо рефакторинг состоялся не до конца теперь вроде бы должно все сработать закрываем метод дергаем предыдущую закладку попадаем на метод пре-хендлеры есть теперь получаем списки хендлеров хендлер да он есть и он действительно car-хендлер мы его выполняем вот пришли мы в хендл здесь нашли все наши машины проверили фильтр вернули список дальше пошли на пост-хендлеры он тоже есть мы его выполнили вот наш result как вы видите это наш operation result ну будем считать что он там отобразился да он отобразился но в такой непонятной форме в общем смотрите выполнился запрос ok медиатор ну в общем мы получили то же самое что и хотели не самым простым способом но что это дает смотрите ну во первых давайте сделаем некоторые преобразования смотрите у нас есть вот такая штука с набором этих строчек и регистрация каждого хендлера здесь происходит на самом деле утомительно мы можем сделать это другим способом более универсальным мы сможем сказать ну опять же да сейчас переведем некоторую оптимизацию а потом немножечко вам расскажу зачем это нужно давайте предположим что у нас есть какие-то типы которые мы можем взять из например ну допустим нет не так давайте назовем стар вот из стартап файла где мы можем найти ассембли вот в котором есть какие-то определенные типы мы можем сказать что нам нужны не все типы мы можем сказать что нам нужны только так нам нужны не абстрактные типы ой давайте вот так напишем не абстрактные обязательно потом нам нужны не не интерфейсы потому что мы нам нужны их реализации интерфейсы вот и тогда нам еще раз мы регистрировали или хендлеры да соответственно нам тогда нужно сказать что так вот напишем type of нет type of айхендлер давайте так напишем из ассембл from x ну вот нам нужны только те которые имплементируют непосредственно хендлер то есть сами хендлеры вот и теперь в общем то можем сказать что for each вот эти вот все типы ну пусть будет type мы можем сказать следующее сервисы add transient type of ну конечно же айхендлер то есть мы регистрируем тип хендлера и и собственно говоря type который мы получили правильно а нет неправильно нужно это во первых в другой тип запихнуть реализации вот таким вот способом в общем что мы это говорим все последующие хендлеры которые мы создадим то есть хендлеры для кара ну в смысле для сущности какой-то препост не важно сколько их будут они все зарегистрируются вот этим вот способом вот это вот нам в принципе уже не нужно будет давайте проверим что это работает я просто вызову метод посмотрю что он возвращает результат этого в принципе будет достаточно это первое улучшение или как-то у рефакторин да который можно сделать в данном варианте но я вам хочу немножечко рассказать другую историю про то что ну как видите все это работает в общем ничего не изменилось в общем регистрация сработала смотрите на самом деле мы сделали достаточно сложную реализацию что это дает и вообще для чего это нужно ну во первых у нас появляется посредник который может быть вызван медиатор тот самый который может быть вызван где угодно как угодно ну где существует а это собственно говоря практически везде не важно это даже может быть не контроллер это может быть вообще дпф приложение это первое второе количество при обработчиков и пост обработчиков в принципе бесконечное начиная от регистрации там уведомления логирование системы и вплоть до дергания там других каких-то бизнес-процессов внутри другого процесса то есть практика применения на самом деле широкая дальше все эту фигню как говорится вот этот вот медиатор и еще там что то по большому счету писать не нужно потому что смотрите есть дяденька умный который написал сборку которая называется автомаппер дяденьку зовут джимми богарт и он придумал не просто то что вот мы сейчас вами сделали а уже сборку которая практически готова к работе вот он джимми богарт вот его медиатор тот самый то есть речь идет о том что уже за нас все придумали за нас уже все написали я всего лишь показал один из вариантов реализации достаточно установить этот медиатор вы получаете теоретически то же самое в общем то наверное на этом все настоятельно рекомендую изучить эту сборку вот этот вот медиатор который уже как бы реализует не только тот подход который я сделал для демонстрации но и другие варианты там можно и и папсаб использовать и другие вкусные полезности в общем на этом наверно все если будут вопросы пишите если потребуется выложить этот проект куда то там в репозиторию я в принципе с радостью это сделал если кому то это нужно ну а на этом наверно все всего доброго и до новых встреч а